Ну что, сегодня у нас вот такой вот Луис Суарес. Очень классная книжка. Такая вот обложка прикольная. Фиолетовый кислотный цвет. Все, что интересно, я как бы далек от футбола. Я читал Алекс Фергюсон только книжку про футбольного тренера. И просто когда набирал, какие-то были две там книжки биографические про футболистов. Думаю, про этого чувака я вообще ничего не знаю. Но про него, раз написали книгу, наверное, что-то он стоит. И вот я купил. Такой крупный достаточно шрифт. Здесь порядка там 360 страниц. Бывают такие цитаты. Ну вот это я, конечно, не читал. Это в тексте все равно попадается. Но книжка очень классная. Я вот не смотрел еще игры с этим футболистом. Не видел кого в живую интервью. Здесь только одна картинка. В общем, рассказывается об одержимости о человеке, который с детства прям занимался футболом. То есть этот парень из Уругвая. И рассказывает, какая была культура футбола с четырех лет, как он гонял, в каких там уголках. То есть это и в эпилоге рассказывается, и в самом начале. И вот интересно, что в самом начале рассказывается как бы его там путь от бедности до футбола, до как бы звездности, можно так сказать. И в самом конце идет, где эпилог. Он тоже рассказывает как бы свои там воспоминания и так далее. И вот начинается все с того, что он был беден. И как он ездил в футбольный клуб там играть. Потом у него не было денег. Он копил, что встретился там с девушкой. Она была в другом городе. Ему не хватало на автобус даже туда съездить. И вот как он добирался. Поздно вечером возвращался. Потом он спал, ехал на тренировки. И что-то суть в том, что он прям с детства, не знаю, с каких-то, с четырех-шести лет увлекался футболом. И как будто там где-то до тридцати лет у него уже там была карьера. Потом яркие такие моменты. Рассказывается, что он там в порыве там гормонов укусил одного футболиста за плечо. И как это все пресса раздуло. Еще интересно рассказывается то, что он с Ругвая. Потом он играл в Голландии. Начал учить голландский язык. Потом он еще знал там мексиканский. Рассказывал про усложность культур. Про то, как приходишь в клуб, как тебя там поддерживать, не поддерживать. Тренер. Какие бывают нюансы. Потому что он там, допустим, сказал какое-то слово. Эльнегра, например, что-то по-испански. Когда общался с другим игроком, испанцем. А тот-то другое значение предал этому слову. В общем, подумал, что это какая-то там расовая дискриминация и так далее. И как его, в общем, накидывался на него пресс и так далее. Как он молчал. Обсуждал там это с тренером. Что делать, что не делать. Ну, в общем, сложные такие моменты. То есть книжка, она больше как бы про человека. Про его судьбу и про то, как он сам себя сделал. То есть, ну, про окружение. Что вругвая тоже там увлекались футболом. И он, собственно, играл уже с самого детства. И потом как раз про то, как он шел к целям. То есть у него была девушка. И он ездил там за 3-9 миль к ней вообще на какие-то гроши. Потом как агента, да, например, бывает обманывают или люди теряют деньги. Или, например, когда какой-то трансфер. То здесь рассказывает такая закрытая часть футбольного мира, которую не видно. И вот он рассказывает, когда переход игрока идет, например, в одной команде, в другой. Сколько он получает, сколько другое. Как работает агент. Соглашаться ему на какие-то деньги или нет. Контракт, другую команду переходит. Потом как он играл в другой команде против своих же бывших. Ну, в общем, интересно. Смысл в том, что он еще рассказывает про разные там приметы. У игроков там бывает выходить на поле последним и так далее. Про цитуировки, какие у него были там ритуалы. И про монетку в гетрах. И про то, что у него было на запястье. Имя ребенка, потому как второй ребенок родился. И тоже рассказывается про отдых. Про специфику каждой, наверное, страны, каждой команды. Потому что, когда он перешел в Ливерпуль играть. В Британии. Там уже по-другому люди играли. И, в общем, очень интересно это все наблюдать. И про поддержку, например, в команде. Кто над кем-то шутил. Либо наоборот, люди там друг друга поддерживали. Какие-то у них есть там ритуалы. Когда ты в первый раз поиграть обрели голову на голову. Но, в общем, очень много всего интересного. И здесь смысл в том, что как он реагировал на какие-то вещи. Как команда шла ему навстречу. Или там тренер, надо было ему слетать, например, на рождение ребенка. Он отыграл игру. Ему там дали самолет, и он полетел. То есть, про такие человеческие отношения. И вот здесь больше, наверное, про человека, нежели про футболиста. И причем здесь интересно, когда описывается вот этот цвет прям такой насыщенный фиолетовый. Классно, приятно книжку держать в руках. И когда здесь описывается, например, текст или какая-то игра, матч или, например, какие-то команды. Здесь нет вот такого вот блога, где бывают какие-то имена, названия команды, там еще что-то. То есть, здесь все написано таким простым языком. То есть, человек, который далек, например, от футбола, он может спокойно ее почитать. И, ну, вообще, для общего развития, это вообще такая новая сфера, которую я взял. Ну, про спорт у людей интересно. И в конце уже рассказывается, что у меня второй ребенок там рождался. Как они отдыхали между матчами и так далее, тренировки. Как у него был там травма колен, там низко и так далее. Как он устанавливался. Про команду, то, что у них был там физиотерапевт, который там боролся с раком, у которых нам на 20 или 30 лет работают с этой командой. То есть, есть такие внутри стадиона или внутри трибун герои, о которых никто не знает. И вот он как раз рассказывает просто про людей, про взаимоотношения. Это очень интересно почитать. Книжка классная. Это как раз показывает, ну, и его окружение, и семью, и как он там боролся за себя, за свою семью. Про вот эту разность культур, что везде свои нюансы. И, не знаю, языка, например, какого-то, ты можешь быть не так воспринят. Плюс там еще пресса, доходы компании и так далее. В общем, вот сейчас так перевариваю, думаю, обо всем. Здесь помимо футбола еще очень много всего. Про менеджеров, как они там принимают решение кого-то поменять, взять его в игру или нет. Или чтобы он просто смотрел со скамейки запасных, какие он испытывал эмоции. То есть это такое вот очень, у меня сложилось впечатление, очень такой открытый, честный, эмоциональный человек. И когда он там, допустим, укусил или бывают какие-то травмы, или там в футболе в одной команде это считалось, каким-то нарушением в другой стороне это не считается нарушением. То есть вот эти все моменты тоже рассказываются очень интересно. Поэтому я советую однозначно ее почитать. Даже кто далек от футбола, я думаю, интересно будет всем посмотреть. Поэтому читайте книжки, подписывайтесь на канал. И кто читал про футбольные какие-то еще книги, интересные биографии, напишите. Тоже интересно будет посмотреть, узнать ваше мнение. Все, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч.